Вячеслав Малов работник Нижнекамского монтажного управления. Работает сварщиком уже много лет. Выбрал эту профессию не случайно. Рентабельную, наверное, высокооплачиваемую. За это я выбрал. В конкурсе профмастерства принимают участие 14 сотрудников разных предприятий города. Но есть и два студента. Один из них учащийся сварочно-монтажного колледжа, участник открытого чемпионата Москвы Расмиль Хайрулин. Там он занял призовое место. Впереди участие в WorldSkills. Зависит все только от тебя, а не от коллектива. Ты сам себе хозяин получается. Как ты заваришь, от этого все зависит. Рванет, не рванет. Да, потечет, потечет. Члены жюри – опытные сварщики. Им предстоит оценивать, насколько качественно и быстро конкурсанты сварят трубу в стык. Но это второй этап. В первой части сварщики должны были продемонстрировать знания теории. В теорию входят вопросы по технике безопасности, вопросы по технологии сварки и вопросы по материаловедению. Вопросы у всех сварщиков одинаковые. Такие конкурсы проводятся, чтобы поднять престиж рабочих профессий, говорят организаторы мероприятия. Кроме того, победители ждут денежные вознаграждения. Первое место – 4 тысячи, второе – 3 тысячи, третье место – 2 тысячи рублей. И плюс у нас номинация «Самый молодой участник», который тоже награждается дипломом и денежным призом в размере тысячи рублей. Победителем стал работник ремонта механического завода Сергей Прокофьев. Второе место у Дениса Ражева. Третье поделили Александр Емельянов и Евгений Кудинов. Ну а в номинации «Самый молодой» лучшим стал Эдуард Якушкин. Алсуя Матова, Евгений Лызаев, Новости НТР.